Это программа «День с толком». Меня зовут Кирилл Политов. Здравствуйте. На дорожку. Тротуарную плитку на этом участке Ленинского уложили два года назад, но уже спустя год она начала проседать. Как долго продерживается новая плитка на центральном проспекте Барновала, спорят эксперты и жители. Кто крайний? У нас была такая мечта построить дом, потому что семья большая, места не хватает. Почему многодетные семьи не могут добиться обещанной по закону земли? Алтай оккультуривается. Я раскрою страшный позорный секрет. Большинство москвичей знают слово Алтай, но что есть Алтайский край и Республика Алтай. Какие достопримечательности края попали в объектив съемочной группы федерального телеканала? Итак, Барновал сегодня вновь оказался в многокилометровых пробках. Будь они неладны, особенно тяжело приходится тем горожанам, кто живет в районе Нового рынка. Там теперь парализовано движение. Все из-за ремонтных работ. Специалисты перекладывают участок теплосети. Ситуацию усложняют еще и пешеходы. Для них организовали временный переход. Он не регулируется. Ну а люди, как известно, в районе Нового рынка, людей, как известно, в районе Нового рынка много. До 18 июля перекрыты улицы Пионеров и две полосы Ленинского проспекта в районе здания с номером 102 и буквой «Б». С 19 июля Ленинский также перекроют в других направлениях. Сейчас на месте дежурят сотрудники ДПС. Водители просят заранее продумывать маршруты объезда. Возможно, на карте Барнула добавится еще одно место, которое жители будут обходить стороной. Красиво, но недолговечно. Так считают горожане, которые выражают свое мнение в социальных сетях по поводу тротуарной плитки на Ленинском проспекте, которую начали укладывать две недели назад. Хотя эксперты уверяют, если плитку уложить правильно, то она окупится и прослужит не один десяток лет. Кто же из них прав, пыталась разобраться Валентина Аскерова. Асфальт – это прошлый век, сказал Сергей Дугин. И по примеру своего коллеги, мэра Москвы Сергея Собянина дал распоряжение выложить на центральной аллее города от партизанской до молодежной трехцветную тротуарную плитку. На эти цели выделено больше 20 миллионов рублей. Некоторых горожан возмутило такое решение. По их мнению, на эти деньги можно уложить асфальта в два раза больше там, где он действительно необходим. По словам чиновников, решение продиктовано тем, что плитка живет гораздо дольше. Во-первых, плитка у нас более экологичный материал. Во-вторых, она более лучше будет вписываться в ансамбль города, так как мы выполняемся, стараемся в одном стиле вести работы. И следующая причина – то, что с плиткой более удобно работать в случае дефектов. Допустим, где-то образовалась просадка, еще что-то. То ее очень просто разобрать, восстановить основание и тут же ее уложить назад. Все это очень быстро, с асфальтом так не сделаешь. Последний раз аллею на Ленинском ремонтировали, по словам чиновников, в 1996 году. То есть, получается, центральная аллея дожила до сегодняшнего дня в довольно неплохом состоянии. Кое-где образовались трещины и просел асфальт. Но можно было бы обойтись косметическим ремонтом. Это опять-таки мнение барнаульцев. Тротуарную плитку на этом участке Ленинского уложили два года назад, но уже спустя год она начала проседать. Восстанавливать ее, как мы видим, никто не стал. Так где же гарантия, что дорогостоящую плитку, которую сейчас укладывают чуть выше по Ленинскому, не ждет та же участь? А между тем, плиточная реформа набирает обороты. Кроме аллеи на Ленинском, плитку сейчас укладывают и на других участках, преимущественно в центре. В рамках национального проекта безопасной, качественной дороги у нас на проспекте социалистическом, от молодежи до строителей. То есть, мы тротуарную часть переустраиваем плитку полностью, чтобы все было в плитке. За то, чтобы все было в плитке, выступают и ученые политехнического вуза. По их словам, она гораздо эстетичнее смотрится. Да и при правильной технологии укладки может прослужить несколько десятилетий. Необходимо, чтобы основание, на которое укладывается плитка, было уплотнено, чтобы в процессе эксплуатации она дальше не уплотнялась. И, соответственно, каждая плитка лежала ровно и не было зазоров по высоте друг относительно друга. Тут даже невооруженным глазом видно, что плитка на социалистическом уложена неровно. Если взглянуть на Ленинский, дефекты в глаза не бросаются. Но ведь многие помнят, чем закончилась плиточная реформа в Москве, когда многомиллиардная плитка просела и рассыпалась после первой же зимы. Остается надеяться, что с нашей такого не произойдет. Им тоже, похоже, остается только надеяться. Землю многодетным с этим лозунгом порноульские родители, воспитывающие трех и более детей, обошли множество инстанций, чтобы добиться обещанного по обещанным по законам земли. В списке почти 4800 семей, а заветный участок выдают от силы четырем семьям в год. Совсем недавно в законе появились изменения, которые должны облегчить получение земли. Так вот, будут ли они работать подробнее в нашем сюжете? Номер семьи 2700-й – это не из сюжета антиутопии, а из списка на получение земли многодетной семьей. По словам Надежды, матери четверых очередь подвигается на несколько пунктов в год. Так что до мечты далеко. У нас была такая мечта – построить дом, потому что семья большая, места не хватает. Хотелось бы, чтобы у всех была своя комната, спальня. А сейчас у нас не позволяют такие квадраты, чтобы все сделать детям необходимое. Тесная квартира в новостройке – это проблема не только надежды. За то, чтобы продвинуться в списке, бьются сотни. Это только те, кто объединяется в социальных сетях. Я сама контролирую свою очередь. То есть с 2016 года по 2018 год пункты сдвинулись буквально на два. Муниципалитет не дает земли, уверяют родители свободных участков, просто очень мало. А список претендентов постоянно расширяется. Чтобы попасть в него, достаточно родить трех детей. По официальным данным, от 1 июля в списке больше 4700 семей. Чтобы сдвинуться с места, люди идут к юристу. Он предлагает только три выхода. Либо ждать, когда будут выделены земли, либо предоставляется, что можно взять в аренду и оформить бесплатно в собственность. Либо просто выбрать земельный участок в связи с недавними изменениями. В последнее время мы все чаще, тем, кто очень долго стоит на очереди, рекомендовали найти земельный участок в аренду и затем оформить его в собственность. Способ с арендой вроде должен все упростить, но сложность начинается на самом первом этапе – обращении к ответственному чиновнику. В часы приема обратилась в 22 кабинет, сказала, что какие есть возможности предоставления мне земельного участка в аренду. Мне отказали в предоставлении информации, ссылаясь на то, что у них есть несколько сайтов. Я попросила, можно мне предоставить эти сайты. Мне отказано было. Теперь есть и третий способ получить заветную землю для строительства дома. Буквально несколько дней назад вступила в силу изменения в 98 закон. Отныне семьи сами могут выбирать земельные участки. Вопрос – какая это земля? В городе и перегороде мест нет. А вот если вам не нужно ни воды, ни газа, ни канализации, ни детских садов, то, пожалуйста, такая земля найдется. Видимо, надежды с семьей о своем доме остается только мечтать. Елена Кузовкина, Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Ну а сейчас к другим темам. Попечительский совет фонда Александра Прокопьева провел очередное заседание, на котором отчитались о проделанной работе. Кроме того, попечители обсудили намеченные планы. Один из важнейших – экстренная помощь в ремонте школы в селе Боровиха. Подробности в следующем сюжете. Что уже сделали и что впереди. Фонд Александра Прокопьева провел очередное заседание. Уже несколько лет фонд оказывает грантовую поддержку школам и детским садам. Так появилась спортивная площадка в первой гимназии Бийска, а у 25-й школы своя радиостудия. Перечислять можно долго. Много и планов на ближайшее время. Фонд продолжает грантовую поддержку проекта. Как я уже сказал, это проект среднеобразовательной школы города Бийска и детские сады сельских районов. На этот раз попечители уделили внимание еще одной школе, только уже из Боровихи Первомайского района. Жители села много лет ждут новое здание, но из-за длительных разбирательств с земельным участком он был в аренде. Работы здесь не начинали. Суды закончились. Теперь есть шанс попасть в краевую адресную инвестиционную программу на 2019 год. Эту возможность ранее обсудили на совещании с министром образования Максимом Костенко и депутатом Государственной Думы Александром Прокопьевым. Если все пойдет по плану, то в 2021 году в Боровихе начнется строительство новой школы. Сегодня важно было бы помочь вот этим ребятам, которые у нас являются будущим Алтайского края. И в таком положении они находиться не должны. Поэтому предлагается перераспределить средства вот с фестиваля нашего СБИС Глобал Пати в пользу непосредственно школы Первомайского района села Борових. Эта мера вынуждена, ведь бюджет фонда формируется в начале года и новые средства можно взять только из других статей. Попечители понимают, что самостоятельно сельчане не справятся. На ремонт старой школы, которой уже более 80 лет, у района денег недостаточно. А возить детей в школы соседних сел нет возможности. Попечительский совет намерен помочь. Уважаемые коллеги, есть предложение проголосовать за данное предложение? Мы согласны, конечно. Единогласны? Да. Все члены попечительского совета проголосовали за то, чтобы перераспределить средства и отправить эти средства на финансирование ремонта общей образовательной школы. Дети – это святое, поэтому мы обязаны помогать прежде всего детям. Бичане с пониманием относятся к решению фонда, поскольку безопасность детей превыше всего. К тому же БИСК не останется без праздника. В этом году принято решение провести День города в начале сентября. В то самое время, когда и должен состояться фестиваль БИСК Глобал Пати. Андрей Дриер, Николай Шелко. День с толком. Они тоже строят планы. Этой осенью анонсирован выход фильма, который снят на Алтае и про Алтай. На этот раз камнерезной историей заинтересовался канал «Культура». Мои коллеги провели с московской телевизионной группой «Первый съемочный день» и узнали, чем поразил Алтай наших столичных коллег. Давай, Лиз, вводи свет назад, чтобы камень темным стал. Да, вот так. Теперь я буду панорамировать, а ты поведешь свет и оставишь его. Раз, два, три. Да, начали. Елизавета Антипова и Евгений Кривцов – съемочная группа одной из московских производственных студий. Пусть вас не смущает, что их лишь двое. Современная техника позволяет работать, перемещаясь по городам и весям вот таким небольшим составом. Для канала «Культура» они снимают цикл «Пряничный домик», посвященный народным промыслам России. Елизавета признается, много где побывала, но Алтай до сих пор оставался для нее настоящей загадкой. И как только появилась возможность прикоснуться к алтайской культуре, не раздумывая, поехала. Прямо с самолета столичные гости отправились в музей «Мир камня», где погрузились в камнерезную историю Алтая. А впереди масса планов и съемочных дней. Я раскрою страшный, позорный секрет. Вот. Большинство москвичей знают слово «Алтай», но что есть Алтайский край и Республика Алтай, и что это два разных субъекта Российской Федерации, об этом не знает никто. Вот. Я разобралась. И в Алтайском крае мы снимаем программу про камнерезов, потом мы переезжаем в Республику и продолжаем снимать. Это будет вторая программа, это будет другая программа этого же цикла. И посвящена она будет ремеслам коренных народов Алтая. Евгений Кривцов на телепроектах, что называется, собаку съел на телекране с 18 лет. Мы могли его видеть в популярных проектах «Доброе утро», «Маршрут построен» и многих других. Успел проявить себя как журналист, ведущий, автор, режиссер, даже киноактер и оператор. Признается, Алтай уже успел его приятно удивить. С самолета, когда мы подлетали, меня впечатлило количество зелени, которая здесь просто везде, и город зеленый, и вся природа. То есть мы когда влетели, я такой, ничего себе, куда я попал. Это просто какой-то, я не знаю, ну шир, где хоббиты могут обитать, вообще в легкую. В общем, очень красиво, здорово. Хочется теперь попасть непосредственно, так сказать, поближе на это все посмотреть, сделать крупнички. Снять и крупные, и общие планы ребятам предстоит в ближайшую неделю. Сначала в Горно-Колыване побывают на камнерезной фабрике, затем их ждет восхождение на гору Синюху. Далее они отправятся в Горно-Алтай и знакомятся с исконными ремеслами и горловым пением. Ну а мы сможем полюбоваться родными просторами в эфире канала «Культура» уже в ближайшие месяцы. Выход программ намечен на сентябрь или октябрь. Анастасия Драган, Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком. Задуманное сейчас точно не стоит откладывать на потом. Воплотить идею может вовремя взятый кредит. Наверняка почти каждый хотя бы раз пользовался помощью банков. Сегодня банки предлагают своим клиентам буквально миллионные возможности. Есть ли у них спрос? Сейчас узнаем. В линейке Банка Восточной есть предложение для физических лиц, потолок которого 30 миллионов рублей. И его часто оформляют для крупных покупок. Например, автомобиля, загородного участка, больших ремонтов. Слово «потолок» можно считать не только фигурой речи. Выдают такие крупные кредиты под залог недвижимости. Например, квартира. Это, по словам работников банка, выдает клиентам дополнительные плюсы. Во-первых, как говорилось раньше, это значительная сумма. Во-вторых, ставка от 9,9% годовых. Третье – это длительный срок кредитования. Суммируем все и получаем ежемесячный платеж, который не нагружает семейный бюджет. Часто с помощью нашего кредита под залог недвижимости гасят ранее взятые дорогие кредиты. Добавим к вышеперечисленному ответ на немаловажный вопрос. Собственник жилья остается собственником. Никакие переезды ему не грозят. Так что, если вы давно строили крупные планы, пришло время их реализовать. В завершение о погоде. На ней через несколько секунд спонсор прогноза компании «Валар». На этом все. До новых встреч.